Фильм для любителей комиксов и не только. Супергерои и суперспособности. Новая картина от студии Marvel. Это кинообзор фильма Стражи Галактик. Поехали! Студия Marvel, подарившая зрителям блокбастер Мстителей популярные франшизы о железном человеке Тори, Черный Вдовей Капитани Америка, представляет новую команду супергероев, известных как Стражи Галактики. Marvel Entertainment, дочерняя компания The Walt Disney Company с августа 2009 года, известна во всем мире благодаря уникальному набору вымышленных героев, созданных на протяжении последних 70 лет. Библиотека Marvel состоит из более 8 тысяч персонажей, в их числе такие как Человек-паук, Железный Человек, Люди Икс, Тор, Халк и другие. Стражи Галактики, фантастический боевик от режиссера Джеймса Ганна, основанный на одноименной серии комиксов, является десятым по счету фильмом кинематографической вселенной Марвел. В главных ролях задействованы Крис Претт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Вин Дизель и Брэдди Купер. В новом фантастическом приключении к отважному путешественнику Питеру Квиллу в руки попадает таинственный артефакт, принадлежащий могущественному и безжалостному злодею Ронану, строящему коварные планы по захвату вселенной. Питер оказывается в центре межгалактической охоты, где жертва он сам. Единственный способ спасти свою жизнь объединится с четверкой нелюдимых изгоев. Воинственным енотом по кличке Ракета, человекоподобным деревом Грутом, смертельно опасной Гаморой и одержимым жаждой мести Драксом, также известным как Разрушитель. Когда Квилл понимает, какой силой обладает украденный артефакт и какую опасность он представляет для вселенной, одиночка пойдет на все, чтобы сплотить случайных союзников для решающей битвы за судьбу Галактики. Планировалось, что Железный Человек исполнит эпизодическую роль в этом фильме, поскольку он является последним из Стражей Галактики в комиксах, но от этой идеи отказались после того, как Роберт Дауни-младший сказал, что возможно в будущем он не будет исполнять роль Тони Старка. Во время съемок на площадке постоянно играла музыка, написанная Тайлером Бейтсом специально для фильма. По мнению режиссера Джеймса Ганна, именно музыка помогает создать на площадке уникальную атмосферу, которая настраивает всю группу на нужный лад. Кстати, помимо оригинального саундтрека, музыкальный отдел сделал подборку популярных песен 70-х годов, которые Питер Квилл постоянно слушает на своем старом кассетном плеере. Четыре месяца команда реквизиторов была занята поисками кассетного плеера, с которым постоянно не расставался главный герой. Таких они нашли всего лишь 16, поэтому это было очень нелегко. А я отправляюсь на допремьерный показ фильма, дабы сообщить вам все за и против, и стоит ли вам идти на это кино. Ну что, что я могу сказать после просмотренного? В целом, фильм мне очень понравился. Хочу сказать, что режиссеры, актеры и все, кто работали над созданием картины, поработали на славу. Очень понравилась актриса, которая играла роль Гаморы, и несмотря на ее зеленый цвет кожи, она была очень красивой. Человекоподобное создание супергерой Грут, очень добрый, веселый, милый, справедливый, а главное, преданный. Как он своими суперспособностями спасал своих друзей, это не оставит вас равнодушными. В общем-то, фантазии нет предела. Ну и, конечно же, енот. Енот это просто улет. Это очень смешно, это очень весело, это не описать, это нужно видеть своими собственными глазами. Юмор в фильме был благодаря еноту колоссальный. В фильме вы можете видеть несколько разновидностей космических кораблей и несколько раз живых существ. Даже сможете увидеть собаку в скафандре СССР. Могу отметить, что в фильме было просто отличное музыкальное сопровождение и, конечно же, кассетный плеер главного героя. С вами была Катя Пугачева, это был Кинообзор. Подписывайтесь, ставьте лайки. До следующей премьеры. Вы сможете даже увидеть собаку в костюме... Как это называется? Скафандр. Ни коротко, ни затянуто, все прекрасно. Ох, Дима, тебе резать придется. Как он спасал своих друзей. Это трогает до самых кончиков ног.